всем привет в общем сегодня накипел очередной раз хочу в этом видео немножко пожаловаться на производителя dexter а именно на мешки 30 литров для пылесоса dexter power 1500 30 литров и в общем что произошло каждый раз когда я использую мешки для сбора пыли они у меня какой-то промежуток времени просто рвутся и по ходу работы начинает работать не мешок для сбора пыли а фильтр и постепенно в общем этот фильтр забивается и пылится после того как уже крышку пылесоса мы открываем видим то что там весь резервуар в пыли мешок тоже весь пыли фильтр тоже забит и следовательно делаю вывод для чего нужен тогда такой мешок для сбора пыли если от него нет никакого толку в общем думали вы думали написал я претензии в леруа мерлен по этому поводу ответа пока не последовало но я думаю ответ последует и они примут меры но для того чтобы продолжать работать и мешки для сбора пыли не рвались мы пробовали конечно сначала их закрепить степлер мы где-то использовали скотч но в итоге все равно мешок рвется и для того чтобы он у нас не рвался мы решили сделать небольшой апгрейд этого пылесоса когда он начинает наполняться он получается начинает его вот так вот натягивать импровизированная подставка для того чтобы мешок не висел в воздухе иначе все мешки которые были до этого их просто рвало они не могли удержаться вот на этом крепление и просто рвался теперь весь наполненный мешок должен лежать вот на этой вот импровизированной подставочки надеюсь прослужит долго вот вот такая вот недоработку пылесоса декстах 30 литров мешки кстати 30 литров но не подходят потому что рвутся апгрейд пылесоса декстах в общем произвели немножко работ по очистке стен от шпаклевки и краски после апгрейда пылесоса с поднятием основания на более высокий уровень пылесос у нас стало работать лучше это во первых во вторых во вторых во вторых во вторых все во вторых фильтр у нас остался чистый мешок не порвался потому что он не висит как предыдущий вариант а лишит на нашем вот импровизированном основании то есть если покупаете пылесос декстер 30 литров всегда вот делать вот такой дополнительный подъемчик метод сантиметров на 6 чтобы мешок у вас не висел и в этом случае он у вас не будет рваться и будет держаться и работать хорошо и фильтр всегда останется сухой и чистый друзья мои если у вас происходили подобные ситуации то напишите свои пожелания или отзывы про этот мешок в комментариях и мы приложим эти комментарии к письму который будем писать декстеру для того чтобы он немножко изменил дизайн мешков и они будущем не рвались поэтому давайте всем миром поможем изменить внешний вид дизайн и практичность всем добра жду от ваших от вас ваших сообщений итак продолжаем видео с претензией магазинами роа мерлен а именно к фирме декстер по по поводу мешков для сбора пыли так сейчас 8 после апгрейда нашего пылесоса мы проверим каком состоянии находится мешок для сбора пыли и как выглядит фильтр открываем смотрим обратите внимание даже после апгрейда после того как мы приподняли мешок вот в этом месте он все равно рвется в таком вот виде сейчас он у нас находится хоть даже мы и приподняли пылесос сделали его повыше мешок лежал на самом вот этом импровизированном основании он там внизу но все равно к сожалению порвался вот это вот место у него самое слабое и постоянно здесь рвется то есть соответственно он даже наполовину не может выполнить свою функцию вот мешок у нас он практически пустой тут даже нету 50 процентов также где-то ну процентов на 30 собрал пыль и вот порвался порвался он конечно раньше потому что вот этот вот фильтр он уже тоже весь в пыли вот следовательно нужно как-то доработать вот этот тот момент вот эту часть для того чтобы приобретая вот этот мешок для пыли мы были уверены в том что он послужит нам хотя бы на 50 процентов дольше чем в данном случае но по итогу для чего тогда делать мешки такие маленькие чтобы они впоследствии рвались когда можно сделать их чуть побольше чтобы они лежали на том основании которые есть у пылесоса и не нужно ничего придумывать поэтому рекомендация для производителей фирмы декста позаботьтесь о том что ваши мешки были достаточного объема и они впоследствии не рвались вот такие дела пока в общем все ждем дальнейших развитий событий